Привет! Меня по-прежнему зовут Вероника и сегодня мы с вами будем болтать за жизнь. Я вчера попросила в инстаграме задать мне вопросы интересные, на которые можно дать развернутый ответ и как-то порассуждать. Спасибо вам огромное за участие в создании данного ролика. Я выбрала 10 самых интересных вопросов, на которые сегодня в видео отвечу. Также на некоторые вопросы я ответила у себя в инстаграме в сторис. Если вы не подписаны, то я приглашаю. Наверняка вы еще сегодня успеете чекнуть мои ответы, ну а некоторые сторис я добавила в актуальные. В общем, приглашаю вас в свой инстаграм, чтобы не пропускать полезные интересные движухи. Вы вчера мне задали такие интересные, глубокие вопросы. Я читала и потеряла ладошки в предвкушении, потому что есть где развернуться, есть о чем порассуждать. И, конечно, есть что обсудить. Внизу в комментариях под этим видео я буду ждать ваши мысли. Также для вашего удобства я сделала тайм-коды. Список всех вопросов вы найдете в описании под этим роликом. Первый интереснейший вопрос. Да, на самом деле они тут все офигенные. Звучит так. Приняла ли ты себя полностью? Я довольно часто делюсь своими мыслями не только здесь на канале, но и у себя в инстаграме в сторис. И, учитывая данную информацию, вы можете знать ответ на этот вопрос. Нет, я себя полностью не приняла. Практически всю свою жизнь я так основательно глубоко не задумывалась, а принимаю ли я себя, а что в себе не принимаю, что мне хочется изменить. Ну, конечно, я знала о некоторых вещах, которые меня не устраивают, потому что комплексы, всем приветик, о них не знать невозможно. Но я не задумывалась об этом вплотную, потому что не готова была решать эти вопросы. Я не готова была над собой работать, поэтому определенные мысли я заталкивала куда поглубже. Ну, такие, знаете, неприятные мысли. Я просто не хотела смотреть в лицо, так скажем, своим проблемам, потому что не хотела их решать. И вот в этом году я, наконец-то, решила открыто и прямо посмотреть на себя, изучать себя. И этим сейчас, вот прямо сейчас, я и занимаюсь своим путем. Опять же, я делюсь и в видосах, и в сторис. Взять хотя бы мой ролик о том, как начать правильно питаться, заниматься спортом. Там я очень много рассуждала о принятии своего тела, в частности. Вообще, чтобы себя полностью принять, нужно сначала себя узнать. А это тоже не так-то просто сделать. Узнать не на каком-то поверхностном уровне, таком обыденном, я бы даже сказала примитивном, а более глубинном. Узнать какие-то свои скрытые стороны, возможно, травмы, проблемы. Порой у нас внутри может находиться то, о чем мы вообще не подозреваем. И нам иногда кажется, нет, это точно не про меня. А оказывается, на самом деле, все совершенно наоборот. Но это своеобразная защитная реакция, что тоже нормально, но очень важно эти моменты все-таки отличать. Поэтому можно сказать, что сейчас я нахожусь в процессе изучения себя и параллельно принятия того, что я о себе узнаю. А вообще, если еще глубже посмотреть на этот вопрос, то принятие себя в каком-то смысле начинается с принятия родителей всей своей семьи. А мне над этим тоже нужно работать, работать и еще раз работать. Поэтому нет, я себя полностью не приняла. Второй вопрос задала эта же девушка. Спасибо тебе огромное. Очень-очень интересные вопросы. Веришь ли, что можно на 100% избавиться от комплексов? Я убеждена, что человек просто не может достичь какого-то идеала, преисполниться настолько, чтобы закрыть все-все-все свои травмы, закрыть все-все-все свои вопросы, быть всегда гармоничным и офигенным. Такого быть просто не может. Мы решаем свои внутренние вопросы, саморазвиваемся на протяжении всей своей жизни. Безусловно, можно находиться в каком-то гармоничном состоянии, большую часть своей жизни. И к этому тоже нужно стремиться, потому что в этом и есть счастье в гармонии, когда все сферы жизни находятся в балансе. При этом я считаю, что удерживать все сферы жизни в балансе на протяжении всей-все-все своей жизни идеально просто невозможно. В любом случае какие-то сферы так или иначе будут провисать, и наша задача их постоянно-постоянно корректировать, чтобы находиться в том самом состоянии гармонии и счастья. Над счастьем тоже нужно работать. Блин, это искусство. Поэтому какие-то комплексы, какие-то проблемы, они могут возникать в течение жизни. Какие-то комплексы, травмы можно закрыть, но при какой-то стрессовой ситуации это снова может вылезти. И задача человека уметь с этим справиться и не погрязнуть. Если ответить на этот вопрос кратко и конкретно, в общем, я считаю, что нет, невозможно на сотку избавиться от комплексов и быть всю жизнь идеальным. Те люди, которые так говорят, мне кажется, либо они лукавят специально, либо они просто сами себя недостаточно хорошо знают и что-то внутри себя закапывают и пытаются и себе, и всем окружающим показать, какой я классный, прекрасный, идеальный, у меня вообще никаких нет проблем. Я все себя знаю, я все принимаю. Ну, это очень сложно. Это очень сложно. На это нужна вся жизнь, серьезно. Может быть, конечно, я сейчас так говорю, потому что сама там как-то не преисполнилась. Хотя не знаю, наступит ли момент в моей жизни, когда я скажу, все, ребят, я преисполнилась, я офигенная. Теперь я буду вас учить, как сделать так же. Не знаю, ребят, время покажет на данный момент мои мысли вот такие. Третий вопрос. Что для тебя самое важное в жизни, какие приоритеты? Вообще невозможно выбрать одни приоритеты и следовать им на протяжении жизни. Приоритеты могут меняться постоянно, и это абсолютно нормально. На данном этапе моей жизни самое важное для меня – это я сама, это мое становление, это мое саморазвитие, как в физическом плане, так и в духовном. То есть сейчас моя главная задача – это погружение в себя, познание в себя и вообще понимание, а чего я хочу. Потому что на сотку у меня на самом деле этого понимания нет. Да, безусловно, есть вектора, по которым я сейчас двигаюсь, но вот той самой конечной точки я не вижу. А, возможно, этой самой конечной точки в принципе не может быть, ее не должно быть, наверное, потому что жизнь – это же не результат, это же путь. Короче, я загоняюсь прям по полной программе, ну, потому что вопросы, они звучат довольно просто, согласитесь, но они такие всеобъемлющие, и они такие неоднозначные, и я специально выбрала вопросы, на которые довольно трудно дать однозначный ответ, потому что я люблю рассуждать, я обожаю это делать, как вы могли заметить. Четвертый вопрос у нас с вами такого бытового характера. Домашние дела ты делаешь за один день или же разделяешь? Ой, ребят, за один день это будет нереально, мне проще разделять, и вообще я стараюсь все делать своевременно. У меня нет такого, что я выбираю один день на неделю и провожу полную уборку в виде там мытья полов, протирания всех поверхностей, там стирки, глажки и так далее. Нет, я все делаю в течение недели, но вот самое мое нелюбимое – это мыть пол. Терпеть не могу. Ну вот, например, вечером я мою кисти для макияжа, вижу, что раковина какая-то грязненькая, надо уже с этим что-то сделать, и я быстренько беру и ее протираю. И то же самое с ванной, например, происходит или с туалетом. Ну а что? То есть это занимает совсем немного времени. Там раковину протереть, помыть – это пять минут. И мне проще, естественно, дробить все это дело по дням, чтобы в один день не было паники. Ой, у меня уборка, как мне лень. Потому что, ну, убираться – это не самое мое любимое занятие, поэтому мне проще, знаете, пять, десять, тридцать минут в день уделить какой-то одной задаче, и все. И спокойно существовать дальше. Пятый вопрос у нас с вами касается финансов. Легко ли рассчитывать и следить за финансами на квартиру, питание и прочее? Первое время, когда я переехала, мне казалось, что я справляюсь, все отлично, все идет по плану, но в последние пару месяцев я поняла, что не все так радужно. У меня нет привычки пускать все свои траты на самотек, что хочу, что покупаю. Нет, я всегда думаю, я всегда планирую, я всегда четко выделяю бюджет на квартиру, на питание. Я знаю, сколько в месяц мне нужно на еду. Но, несмотря на это, видимо, я рассчитываю как-то недостаточно. Видимо, мои финансовые привычки еще не перестроились, потому что, когда я жила с мамой, естественно, я не платила ни за квартиру, я не покупала еду домой, денег у меня было больше. Соответственно, покупать какие-то свои там хотелочки и позволять себе какие-то вещи я могла больше. Сейчас, конечно, большая доля моего заработка уходит на оплату квартиры, на еду, на какие-то там коммунальные услуги, ну, типа, за интернет заплатить, или там подписки какие-то оплатить. То есть, я пока что, видимо, не перенастроилась, что не могу вот так вот свободно покупать себе какую-то косметику, например, уходовую, за такую стоимость и в таких количествах, как я это делала раньше. И с финансами я перестраиваюсь до сих пор. То есть, у меня вот относительно недавно был момент, когда мне не на что было купить еду. вот просто у меня не было денег. Ну, благо, в ближайшее время они ко мне пришли, из голоду-то я не умирала, но все равно это было настолько стрёмно, это было настолько напряжно. И, по сути, здесь дело не в заработке, а в том, как я этим заработком распоряжаюсь. И я поняла, что, ё-моё, оказывается, я не умею тратить деньги. Это для меня было какое-то новое открытие. Мне казалось, что таких проблем у меня не будет. Но в какой-то момент все реально вышло из-под контроля. Но у меня есть принцип никогда не просить деньги у родителей. Я не знаю, возможно, это неправильно. И просить помощи, это абсолютно нормально. Но вот для меня попросить помощи у родителей равно я не справилась. И мне перед самой собой за это очень-очень стыдно, потому что мне хочется быть самостоятельной, мне хочется заботиться о себе самостоятельно. Мне хочется, чтобы я сама для себя опорой была в жизни, а не кто-то другой, ни родители, ни парень, ни муж, только я сама для себя. Безусловно, просить помощи у близких, это абсолютно нормально. Не поймите меня сейчас неправильно. Но когда человек не способен закрыть свои базовые потребности в виде крыши над головой и еды, ну, мне кажется, это как-то такое себе. Опять же, вот в моей личной картине мира, в моей жизни. И вы знаете, вот это напряжение, когда у тебя нет денег, нормально так дало мне по шапке и дало мне понять, что нужно извлечь из этого урок и нужно понять, что вообще я делаю не так, чтобы в следующий раз такой ситуации не было. Я даже снова начала заносить все свои траты в приложение. Да, конечно, можно смотреть траты в Сбербанк онлайн, но там четко по категориям проблематично это все просматривать. Например, заказал там что-нибудь с Вайлберис, а у тебя там в корзине была и какая-нибудь шмотка, и какой-нибудь косметический продукт, и какая-нибудь даже еда, а Сбербанк онлайн это все в одну категорию сливает. И ты такой, в смысле... Ну, короче, это не четко получается, поэтому я сейчас практикую финансовое приложение и посмотрим. Теперь-то я четко вижу по категориям, что, куда у меня уходит. Следующий шестой вопрос. Чувствуешь ли ты себя взрослой? И там еще девушка подписала. Возможно, этот вопрос будет звучать глупо. Ни в коем случае. Спасибо тебе огромное. Это офигенский вопрос. Тоже довольно философский. Чувствую ли я себя взрослой? Абсолютно нет. Мне в конце февраля будет 25, и в моей голове мне не 25. Ну, такого быть просто не может. Я себя чувствую где-то на 21-22, может быть, даже чуть-чуть помладше. Я иногда думаю, что мне бы хотелось начать себя узнавать и начать саморазвиваться несколько раньше. И есть такое мерзотненькое ощущение зря прожитых лет. Но, конечно, это абсолютно не так всему свое время для каждого человека. Значит, в моей истории жизни так должно было произойти. И, значит, я должна была пройти определенные уроки. Возможно, для кого-то это звучит смешно из моих уст. Мол, мне 25, и у меня уже там были зря прожитые годы. Я прекрасно понимаю, что еще очень молода, что впереди у меня офигеть сколько всего. И, по сути, моя жизнь, она только-только начинается. Но вот это вот какое-то сожаление о том, что ты мог начать делать что-то гораздо раньше. Ну вот да, такое немного есть. Не чувствую себя на 25. И 25 это уже приближение к 30. Для меня 30 лет это вообще, типа, вынос мозга 3К к 30 лет. Для меня это чуть ли не все там уже стареть. Начинаешь, боже, 30. Вообще интересно, что я буду испытывать в 30. Но сейчас, когда я думаю об этом возрасте, у меня какая-то паника начинается. Ребята, у кого так же? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, надеюсь, я не одна такая. Давайте немножечко порассуждаем, а что вообще такое быть взрослым? А что входит в это понятие? Мы сейчас не говорим о том, что какая-то легкость, даже наивность и детскость должна присутствовать и в 40, в 50, в 60. Это все понятно, это все очевидно. Взрослый для меня это не равно суперсерьезный человек каждую минуту своей жизни, который не может как-то беззаботно проводить эти дни, легко и весело, абсолютно нет. Для меня взрослый это тот, кто берет ответственность. В первую очередь мы учимся брать ответственность за себя. Вот я сейчас как раз учусь именно этому. Дальше мы уже начинаем брать ответственность за других людей. Это следующий этап. И в этот этап как раз входит формирование, создание своей собственной семьи. Когда у вас появляется партнер, дети. То есть вы понимаете, что заботитесь не только о себе, но еще и о других людях, которые по тем или иным аспектам от вас все-таки зависят. Также это касается вопросов финансов, потому что чем больше заработок, тем больше ответственность. Это касается еще каких-то материальных вещей, какого-то имущества, недвижимости. Это касается своей собственной карьеры. Если бизнес имеется, если вы там нанимаете большое количество людей, то есть вы работодатель, это тоже определенная ответственность и очень и очень серьезная. Ну, я пока на первом этапе. Я учусь сейчас брать ответственность за себя по всем, по всем сферам. Седьмой вопрос. Когда нужно заводить семью и когда планируешь? Я этот вопрос специально включила в видео, чтобы пояснить, почему он не имеет вообще никакого смысла. Нет, безусловно, ориентировочно вы можете предполагать, когда бы хотели завести семью, завести, мне вообще не нравится эта формулировка, создать семью. Вот так уже звучит поправильнее. Ну, например, там от 25 до 30 я бы хотела создать семью или там после 30 где-то я рожу детей. Ну, вот какие-то такие примерные ориентиры, они могут быть и в принципе это нормально, но знать четко определенный год, когда ты там найдешь себе партнера, когда ты там замуж выйдешь и детей родишь во сколько лет, это планировать вот настолько как-то бесполезно, это не имеет смысла. И я, кстати, читала у психолога недавно пост или в сторис она выкладывала, что те люди, которые ставят четкую конкретную цель, здесь и сейчас найти партнера, которые ставят четкую конкретную цель, там даже с какими-то сроками, там создать семью, там жениться, выйти замуж, там родить детей, это те люди, у которых нет больше других интересов, нет больше других целей, они просто не знают, куда себя деть, они себя не знают, они не понимают вообще, что им делать по жизни, соответственно, они идут вот в такое вот самое простое, чтобы хоть где-то реализоваться, понимаете, чтобы хоть где-то занять какой-то социальный статус, потому что по сути, ну, найти партнера, там выйти замуж и родить детей, это не сложно на самом деле, это далеко не самое сложное, что можно делать в жизни, и поэтому, когда человек нереализован, когда он не понимает, что ему делать, проще уцепиться за партнера, проще сказать, я жена, я мама, нет, я не говорю, что этим не нужно гордиться, но когда у человека больше нет вообще никаких интересов, кроме как быть женой и мамой, вот вообще никаких, то это как-то однобоко, на мой взгляд. И очень многие девушки, на самом деле, хотят поскорее выйти замуж, у них прям это зудит, потому что они не знают, что им вообще делать по жизни, они не знают, чего они хотят, и вот замужество, это один из самых простых и понятных, общественно понятных и общественно одобряемых вещей. Сейчас, конечно, может сложиться впечатление, что я там против замужества, но нет, я вообще-то тоже замуж планирую выходить, но когда, да я понятия не имею, я понятия не имею, сколько мне нужно времени, чтобы почувствовать себя гармоничной, насколько это возможно, чтобы почувствовать себя взрослой, чтобы научиться брать полностью ответственно за себя, я понятия не имею, сколько мне на это нужно времени, соответственно, я не знаю вообще, как сложится моя жизнь, где и когда кого я встречу, встречу, это предугадать невозможно, поэтому я просто живу, ребят, просто живу, и то, что мне будет нужно в определенный момент времени, оно появится, и я пойму, что мне нужно это выбрать, и что я этого хочу, вот и все. Следующий восьмой вопрос тоже касается финансов. С чего начинается заработок в блогерстве? Я сейчас буду говорить за YouTube, потому что именно эта площадка для меня приоритетна, и именно с этой площадки я зарабатываю, с Instagram я сейчас получаю просто 0 рублей, но в дальнейшем, конечно, Instagram я тоже очень хочу монетизировать. Первый заработок именно на YouTube начинается с монетизации, это когда блогеру платятся деньги за просмотры. Если грубо и просто сказать, чем больше просмотров, тем больше заработок, причем количество подписчиков абсолютно никак на заработок не влияет. Блогер, достигая определенной планки, подключается к партнерской программе, и ему на счет каждый месяц поступают деньги, в зависимости от того, сколько за месяц в сумме со всех видео набежало просмотров, ну а там дальше реклама, возможно, создание каких-то других проектов, ну и куча, на самом деле, всяких вариантов, как заработать. Следующий, девятый вопрос. Легко ли ты доверяешь людям и как строишь свой круг общения? Мне очень сложно как-то однозначно ответить на вопрос, легко ли я доверяю людям, ни да, ни нет, потому что здесь все зависит от конкретного человека, зависит от того, как долго мы с ним общаемся, зависит от того, как человек проявлял себя в каких-то ситуациях, зависит от того, сколько у нас точек соприкосновения, зависит от того, если у нас какая-то общая травматика, я заметила, что с людьми, с которыми у меня складывается близкое довольно-таки общение, у нас есть общие какие-то проблемы психологические, общая травматика, и не зря же говорят, что мы выбираем людей подобных нам, с которыми у нас есть что-то схожее, и вот по травматике, по проблемам оно как раз стыковывается, я это прям начала замечать очень отчетливо в этом году, то есть вы как будто бы разговариваете на одном языке, вы очень хорошо друг друга понимаете, поэтому если я вижу, что человек из такого же теста, что и я, что у человека есть схожие проблемы с моими, и он меня поймет, я, конечно, могу довериться и поделиться очень многим. Насчет круга общения, для меня это сложный, проблемный вопрос, потому что я не умею коммуницировать, ну, у меня тупо нет этого навыка, он не развит, то есть если люди общаются с другими людьми так легко, как дышат воздухом, так же легко, как ходят по земле, то есть это естественный процесс, для меня этот процесс неестественный, я не умею общаться с людьми, вау, неужели я сказал это вслух, и у меня эта проблема была всегда, с самого детства, для меня было огромным вообще стрессом находиться в детском саду, для меня огромный, я как сейчас уже понимаю, для меня один большой стресс было вообще ходить в школу, в универе, кстати, с этим все стало попроще, гораздо, гораздо проще, видимо, я все-таки начала взрослеть, как-то адаптироваться, как-никак, хочешь, не хочешь, да, какие-то навыки начинали проявляться, но мне всегда максимально тяжело в местах, где много людей, мне всегда максимально тяжело и дискомфортно на каких-то мероприятиях, где много людей, где все там взаимодействуют, общаются, мне очень тяжело общаться в компаниях, потому что у меня в голове вакуум, ну, то есть люди сидят разговаривают, а я тупо, а я ничего не думаю, ну, то есть вообще пустота, то есть идет какое-то активное обсуждение, и вроде тебе есть что добавить по этой теме, но ты молчишь, потому что ты тупо не знаешь, что сказать, вот просто щелчок, все, ну, пустота в голове, просто вакуум, если один на один я общаюсь с человеком, то мне очень легко, я могу быть очень открытой, я могу много-много болтать, ну, блин, если бы я не любила болтать, я бы, наверное, свой блог-то и не завела, и, возможно, я закрываю вот эту свою потребность ведением блога, ну, невозможно, скорее всего, так оно и есть, я убеждена, что вопрос коммуникации я решить для себя как-то смогу, но все равно есть ощущение, что по природе я, ну, больше интровертна, то есть если я слишком долго общаюсь с людьми, каждый день, помногу провожу с ними время, там, с самыми разными людьми, я истощаюсь, я очень сильно истощаюсь, мне нужно больше времени быть вот наедине с собой все-таки, мне нужно как-то наполняться, я не знаю, насколько сильно меня волнует вопрос социализации, он, конечно, меня волнует, безусловно, но вот насколько сильно, я пока не совсем понимаю, потому что мне вроде бы комфортно жить так, как я живу, и я там не вою в подушку, что у меня не с кем поговорить, я совсем одна, нет, у меня есть друзья, с которыми мы общаемся в сети, и эти друзья находятся в самых разных городах России, я общаюсь со своей семьей, в городе, у меня здесь есть какие-то хорошие знакомые, но вот самые-самые мои лучшие близкие друзья, с некоторыми я виделась, с некоторыми вообще ни разу не виделась, они есть, я познакомилась с ним благодаря блогу, но они просто очень далеко от меня, и я прекрасно понимаю, что отсутствие социальной жизни у меня, это не так сложилось, это мои выборы, и когда я проанализировала свою жизнь, я поняла, что я избегала людей, ну, то есть я избегала взаимодействия, и я бы могла, как и большинство других, взаимодействовать, общаться, формировать дружбу, у меня могло быть много друзей, если бы я сама этого захотела, видимо, я этого не хотела, и вообще, самая-самая глобальная моя проблема, тема, минутка, откровений, это страх жизни, страх мира, и, соответственно, это переходит на страх людей, то есть, как это сейчас странно не звучало, я боюсь жить, надеюсь, никто сейчас превратно мою эту фразу не воспримет, то есть я хочу очень многого в своей жизни, я хочу масштаба, то есть хотелка у меня так работает нормально, и я понимаю, что я этого достойна, и что у меня это будет, но в то же время я понимаю, есть моменты, которые очень сильно меня тормозят на пути вот к этим моим вершинам, и один из таких моментов, это, безусловно, социализация, потому что без людей чего-то достичь невозможно, без людей невозможно чувствовать на сотку себя счастливым, гармоничным человек, социальное существо, ну, просто у кого-то это там более ярко выражено, у кого-то менее, вот у меня менее, мне не нужно очень много общения, я даже не знаю, когда, когда-нибудь это в моей жизни изменится или не изменится, может быть, я превращусь в ярого экстраверта, такое тоже возможно. Общение, это же навык, навык, который можно развивать, который можно прокачивать, ну, мне кажется, какие-то успехи у меня в этом вопросе есть, потому что сейчас я боюсь людей не так сильно, как я боялась этого раньше, мне кажется, именно по этой причине я на данный момент в своей жизни не хотела бы жить в Москве, как гостю мне там понравилось, но очень тяжело все равно, очень сильно устаешь, даже просто пройдясь по московским улицам, один раз в метро проехать, это капец, сколько сил забирает, поэтому возможно, когда-то я стану другим человеком, наполнюсь и буду жить в Москве, то есть я этого вообще не исключаю, я сейчас не зарекаюсь, я лишь говорю, как на данный момент обстоят мои делишки. И последний, десятый вопрос, такого развлекательного характера, давайте мы с вами напоследок расслабимся. Топ-5 сериалов. К сожалению или к счастью, не знаю, пока что за всю свою жизнь я посмотрела очень мало сериалов, гораздо меньше, мне кажется, чем среднестатистический человек, то же самое касается и фильмов, но, безусловно, был период в моей жизни, когда я этим увлекалась, это старшая школа в особенности, там вот 10-11 класс, это, наверное, настроение делать все, что угодно, но не уроки и не готовиться к экзаменам в универе, это как-то все подутихло, но на самом деле в универе моя жизнь стала гораздо ярче, гораздо интереснее, эмоциональнее, поэтому я перестала смотреть эти сериалы, эмоций было достаточно. Поэтому я назову не топ-5, а топ-4. Конечно, для галочки я могу там назвать какой-то пятый сериал, но я не хочу для галочки, я хочу сейчас вам посоветовать самый сок, просто самые-самые крутейшие сериалы. У меня долгие годы уже со школы на первом месте стоит сериал во все тяжкие, и мне кажется, что ни один сериал не сможет переплюнуть этот шедевр, это великолепие, просто ни один. Если найдется сериал, который переплюнет во все тяжкие, то я не знаю, каким должен быть этот сериал, серьезно. Это история о самом обыкновенном, среднестатистическом человеке, мужчине, который работает учителем химии. Семья живет довольно скромно, у него есть жена и двое детей, и в какой-то момент он обнаруживает у себя рак. А я уже сказала, что семья живет довольно скромно, соответственно, нужны большие деньги на лечение, на терапию, и он начинает варить метамфедамин, да как он химик, и он начинает вливаться в криминальную жизнь, и у меня сейчас мурашки серьезно пошли по телу. Насколько может измениться человек, шагнув по определенной тропе, вот по этой тропе, что с ним там будет происходить, и там такая игра актеров, там столько надрыва, там дыхание перехватывает, там просто все сжимается. Вот знаете, особенность есть такая у этого сериала, первое время вам будет скучно, скорее всего, там первые, может быть, серии 3, 4, даже 5. Все развивается как-то неспешно, спокойно, нудноватенько, потому что там показываются будни этого главного героя. Ну, настолько это стандартно, что реально неинтересно. Но когда вот на этом фоне происходит то, что происходит дальше, ты такой, да ладно, да ладно, я хочу дальше смотреть. И весь сериал это вот такие вот горки. Сначала там сатишье, все поспокойнее, потом крыльясь, и ты такой, я знаю практически все крутые повороты, самые неожиданные. И, естественно, я помню, ну, на самом деле, логично предположить, чем закончится сериал. Ну, как бы наш герой раком болеет, извините, пожалуйста. Но, но я бы посмотрела с большим удовольствием во второй раз. Кайф, я же сама себя сейчас вдохновила, зарядила на то, чтобы это сделать. Но так мало времени, ребят, так мало времени. Второй сериал, который я смотрела раза два, а то и три, но не до конца, конечно, но так он у меня весь просмотрен. Это Декстер. Там восемь сезонов, и я думала, что все на этом и закончится. Но сейчас уже вот выходит там по сериям продолжение. И я просто, ну, я боюсь смотреть это продолжение, потому что боюсь разочароваться. С одной стороны, так будет круто вернуться, потому что концовка восьмого сезона, она довольно неоднозначная и у многих бомбила, чувствовалось как будто бы недосказанность. Но мне на самом деле этого хватило, потому что там кое-что произошло такое. У меня опять сейчас идут мурашки. И как после этого можно смотреть сериал дальше? Как после этого можно снимать дальше? Я просто не понимаю, мне в голове это не укладывается. То есть как будто бы той вот атмосферы, той самой, которая мне так нравится в этом сериале, без определенных обстоятельств и вещей уже не будет. Уже не будет. Но, конечно, я посмотрю. Конечно, я посмотрю. И восьмой сезон вообще на самом деле в плане информативности и в плане раскрытия персонажей он был классным, но все равно каким-то тухлым. Вот не было там какого-то драйва, какого-то азарта. Короче, Декстера я обожаю, могу тоже пересматривать очень и очень-очень много раз. Третье место занимает сериал «Отчаянные домохозяйки». Вы в курсе, что я месяца два, наверное, назад уже, да, закончила смотреть. И я готовлю, да, я до сих пор готовлю разбор героини. И до сих пор это все утрамбовать в своей голове пытаюсь. И надо начать еще «Секс в БГ» потом смотреть. Но мне кажется, что этот сериал «Отчаянных домохозяйок» не переплюнет. И «Отчаянные домохозяйки» это тот сериал, от которого я вообще не ожидала того, что получила. Ну, я предполагала, что мне понравится. Но как-то, знаете, вот спокойно, возможно, это было просто хороший такой рядовой сериал. Но нет, блин, нет, это офигенно. Вот прикиньте, «Отчаянные домохозяйки» на каком высоком месте. Вот после «Во все тяжкие» и «Декстера» идут «Отчаянные домохозяйки». Это очень высокая оценка, хотя жанры настолько разные. Так, ладно, я про домохозяйку вам уже очень много рассказывала, поэтому вот просто называю. Третье место. Четвертое место занимает сериал, который менее популярен предыдущих. Но он такой офигенный. Я вообще не понимаю, почему нет бешеной популярности у этого сериала. Он называется «Чужой среди своих» либо же «Родина». Вот как-то вот у него два названия гуглятся по-разному. Это политический сериал, и я не особо люблю наблюдать за политическими событиями, что в книгах, что в фильмах. Для меня чаще всего это скучно. Но там, как сюжет закручен, и там, как актеры круто играют, и там, как персонажи офигенно раскрываются. Вот по актерской игре это близко к сериалу «Во все тяжкие». Вот прям настолько натурально. Зачастую, когда мы смотрим фильмы, сериалы, книги читаем, и там происходит что-то сильно напряженное, мы все-таки понимаем, что это выдумка. Переживаем, но не настолько сильно. Но вот в этом сериале все так вот приближено к реальности. Там такая крутейшая съемка. Там так классно расставлены акценты, что ты... Это реально, это реально. Как будто ты реальность сейчас видишь перед собой. Сериал, мне кажется, для более взрослой все-таки аудитории. Там серьезные и мировые темы поднимаются. Это политические темы, военные темы, криминал, терроризм. И, естественно, личные драмы героев там тоже присутствуют. Очень хочу пересмотреть. Я бросила на то после третьего сезона, то ли после четвертого. Потому что там опять произошло кое-что. После чего я для себя не видела смысла смотреть продолжение. А, наверное, надо бы тоже как-нибудь это сделать. То есть там произошло то, что очень сильно меня подкосило. И я такая... Все, смотреть дальше смысла больше нет. Ну, наверное, он есть. Наверное, есть. Сюжетная ветка, так скажем, кое-какая закончилась. Я просто... В смысле? В смысле? Очевидно, вы слышали о первых трех сериалах. Но, скорее всего, не слышали про родину. Чужой среди своих. Пожалуйста, обратите ваше внимание. Это просто бомба. Это какой-то разрыв, а не сериал. На этом все, ребята. Огромное спасибо за просмотр. Мне было очень-очень приятно сейчас с вами поболтать. Я буду ждать, как всегда, ваши мысли в комментариях. И мы совсем скоро увидимся. Пока-пока. Пока. Пока.